Ладно, всё, включаем запись также и приветствуем вас ещё раз всех! Приветствую я уже этой поздней, всё-таки ночью, потому что уже пошёл в Киев второй час ночи, но мы ещё не добрались даже до половины сегодняшнего игрового дня, так что не переживайте, всё самое интересное! Это ещё впереди группа А, тур второй LGD EG, в первом туре, напомню, LGD 2-0 бахнули команду Zenit, EG 2-0 проиграли у DK и вот сейчас они играют между собой, в первом матче LGD вынесли просто вперёд ногами EG, будем надеяться, что злые гении всё-таки подсоберутся и смогут дать отпор, смогут всё-таки побороться против... ЛГД! Ну что, Рубик, Лишрак, Хаус Найт, на этот раз у LGD, Хаус Найт без виспа, ух ты! Квапа, тут Рубик будет пол-саппорта исполнять, хотя нет, Яу на нём играет, все, ой, это, я так понимаю, пойдёт в сложную, ДДЦ, очень интересное распределение героев, ребят, вы знаете? Или это будет Трипла, Рубик, Хаус Найт, Лишрак, не знаю. Ну и Джиггернаут у EG, Виномантер, Лондруид, Инвокер, Энигма и Джиггернаут. Интересно. Очень даже интересно, я бы сказал. Ладненько, ладненько. Сколько ещё раз будет в пике Кубик Рубик, спрашивает в Твиттере? Да много, ребят, ну что, герой-то просто феноменальный, согласитесь? И почему бы его не пикать-то, а? Если герой действительно хорош, герой-то шикарный. И так, поехали смотреть игру. Good luck, have fun. EG играет за Радиант, Демон играет у нас на... Демон играет у нас на... Джиггернауте. В миде у нас Бульба будет, конечно же, на Инвокере, Майлк снова на Энигме, Юниверс на Виномантере. Ну и Фир сыграет на Лондуриде. Фир умеет играть Лондуриде, мы это все прекрасно знаем. ДДЦ, Хаус Найт, Яо у нас играет на Рубике, ДД на Лишраке, Силар на Морфе. Ну и в сложную Ксяо Эйд все-таки пойдет. Ну, неужели это будет Силамид Морф? Трипла и сложный Квапа. Фу-хоу. Интересно, я думал, они вот эту вот пачку пошлют в сложную против Медведя. Хотя, тут непонятно, куда вот это вот все пойдет. То есть, будет вот это вот трипла стоять, или это будет Дабламан в сложном лесу? Ну, интересно. Инкет Бой пишет, что очень нравится ему, моя подборочка музыки. Ну да, такая, не чищу я ее давным-давно, она же у меня. И залетает Дайгер сюда, в ДД. Поехала драка, должен быть станс сейчас от Майлка. Раскручивается здесь Демон, может сделать команду ЕГЭ Форст Блот. Денай, это Хаус Найт. Как он его заденайл? Демон же крутился. Хо-хо-хоу. Что это за... Лол. А, его Рубик туда закинул. Я... Ха-ха-ха. Вот это начало матча, ребята, просто хохмас, хохмы. Для начала просто невероятный Денай от LGD. И смотрите, где находится Юниверс, а бабла-то на ТП нету. Просто и... А-а-а-а. Это просто борода. И Юниверсу здесь стоять тупить. Ха-ха. Вот веселуха. Ну ладно, потусуемся. Говорит Юниверс, мне еще все равно тусоваться здесь почти 80 секунд. Ждать, пока появится телепорт. Так что вот здесь. Будет стоять себе Юниверс. Ладно, пусть стоит. Ждет, пока накапают деньги. Смешной момент в самом начале игры. Ну а мы продолжаем наблюдать за доткой. Ладно, снизу у нас все-таки фармит Фир против Сяоэйта. В миде Бульба против Силара. Ну Бульба должен, должен Марфа пытаться убивать, пытаться как-то там... Ну хоть что-то, я не знаю. Спрашивают Николая Черетяна. Хочу ли я инвокера через экзорт. Ну ребят, четвертый матч сегодня с инвокером и все через векс были, да? Квасовекс. Преимущественно через векс. Хотелось бы уже Саундстрайкера увидеть. Ну Бульбу, знаю Бульбу, Бульба тоже... Нелюбитель, да? Играть через Саундстрайк. Дэнди, Демон, вот такие вот пацаны. Предпочитают именно Саундстрайками стилить по всей карте. А тут более полезные для команды, да, вещи. Саундстрайк в принципе тоже полезная штука. Ну не настолько. Согласитесь, как ЕМП, Торнадо и Клдснэп. Так что такие вот тусовки. Ладно, Фир снизу фармит против Квапы. В принципе, он ей не мешает. Она ему тоже. Фир и третий левел 7 на 3 Крепстату. Квапы 6 на 3. Хаус Найт 10 на 2 на топе. ДДЦ фармит топ. Ну, понимаете, получается 3 фармящих героя. Плюс очень-очень неприятный Рубик с тем же Лиштаком. Ладно, продолжаем наблюдать. Ну что самое интересное, вы видите, как я предполагал, да, что будет все-таки бульба гонять здесь Силара. Да, понимаем мы, что Силар сразу пришел на линию с Аврайсбендом. То есть, быстренько покупаем себе Аквилу и стоим как-то не паримся, да, и пытаемся фармить. Но, ну, с LGD они могут играть не только, да, делая упор на одного Силара. Да, вот в прошлой игре у нас ДДЦ играл на Сункинге. Сейчас он спокойно себе сыграет на Хаус Найт, который на фармит очень много. Потому что фармить у них умеют все. Так, демон заходит в спину к Сяуэйту. Того-то, видите, как покоцал медведь. Демон сейчас может просто раскрутиться. Надо просто медведя туда послать, просто идти по Тавр Фиру. Демон стоит ждет. На топе вообще никого не осталось. То есть, демон просто с Юниверсом сюда прибежали. А Ксяуэйт, Ксяуэйт-то не дурак. Потому что у Ксяуэйта есть ворды. Ксяуэйт отбивается, понимает, что у него вот выходит демон. И все спокойненько. Все спокойненько. Можно бежать назад. Ребята, так гангают у нас в аматорской серии на Старладдере. То есть, понимаете. Кстати, довольно интересные пики параллельно матч ДК против Зенит. Там ДК пикнули Лину, Котла, Хаус Найта, Брюмастера или Шрака. Против них Нага, Энигма, Инвокер, Виндранер, Шиду, Демон. Здесь у нас Котла, здесь у нас Лина у ДК. Не против кого-то, а против Зенита. А нет, это Зенит. Зенит как раз это взяли. Против ДК, Котла и Лина. Это у Зенит. Тело Лина. Все, я понял. Интересно. Ну что, продолжаем наблюдать. Пока у нас счет по-прежнему 1-0. Но этот 1-0 не совсем 1-0, как вы понимаете. Потому что был заденен там решрачок в самом начале. То есть смерти-то не было. Как таковой. Так что счет по-прежнему считать 0-0. ФБ не было. То есть надпись Ферсблата еще не возникла. Люблю я, вы знаете, всегда заниматься вот этой фигней. Считать, когда будет первый Ферсблата. На 10-й минуте и так далее. Как в Лоле. Иногда бывают парашинские моменты разнообразные. Когда там ФБ могут не делать 15 минут. Игра может заканчиваться. С счетом 6-1 и так далее. В Доте, слава Богу, такого нет. И более-менее. Кстати, что я рад. Не считая прошлой игры. Все 4 матча, которые мы до этого смотрели на моем стриме. Действительно очень захватывающе и интересные. Я не знаю. Я уверен, что когда закончится моя трансляция. Мне захочется посмотреть те матчи, которые я пропустил. Но спать-то тоже будет хотеться. Потому что завтра очередной день. Такой же, абсолютно столько же матчей. Так что, наверное, я так понимаю, придется мне их. Демон раскрутился. Молодец. Причем раскрутился он после того, как пролетел через него Силар. И демэдж тоже прошел. Так что я думаю, что все-таки воды я себе скину на лэптоп. И буду смотреть их в самолете. Когда полететь в Сиэтл. Надо же все-таки 17 часов что-то смотреть. Вот как раз самых интересных игр. Сигна выбираю и их буду втыкать. Why not? Bulba. В миде Bulba 16 на 6. Крепсат. Мы видим, что просто прекрасно все. У Фира 32 на 8. 29 на 6. ДДЦ. Майлка. Мы не считаем. 20 на 16 здесь. Где он там крутится? А, он здесь вот крутится. Лесной джиггернаут. Это невероятные планы. Просто команды ЕГЭ. И в частности капитана Майлка. Ну, я думаю, вы все знаете, что и в твиттере он писал, что... Я не знаю, кстати, детали. Так никто мне из ЕГЭ игроков не отписал. Да и не совсем корректно спрашивать. Не знаю, что буквально 4 дня до интернета, что Майлк написал в своем твиттере, что... Попал сегодня в больницу. И слава богу, что вовремя среагировал. Потому что, в принципе, можно сказать, что был очень близок от очень плохих последствий, скажем так. Так что, слава богу, все хорошо у Майлка. Ну, и будем надеяться, что вот эта вот пауза, вот эта вот непонятка, да, со здоровьем не сыграла дурную шутку с командой. Команда ЕГЭ. Ну, все-таки не могла не сыграть. Ладно, продолжаем наблюдать. Тем временем пишут мне ребята из Valve по поводу следующих матчей. Пишут, что, возможно, в следующих матчах у нас немножко поменяется расписание для того, чтобы ускорить весь процесс. Я этого не хочу, я хочу посмотреть все игры. Не хочу я куда-то спешить, а какие-то игры пропускать, потому что действительно мне абсолютно все интересно. Следующий матч, если я не ошибаюсь, на моем стриме это вообще повторение. Это вообще игра, которую я очень жду, потому что это Invictus Gaming против ЕХоум. И я очень хочу этот матч посмотреть. Ну что, забрали Тавер здесь ЕГЭ. Счет по прежде ФБ это по-прежнему не было. Ребята, восьмая минута ФБ не была. Ну а по ульт-клопу и демона пробило наполовину. Но демон будет жить. А у него есть Хеленванг, правда, первый левел, третий левел демон на восьмой минуте. Ксяуэйт, левел шестой. Это отогнали просто ЕГЭ отсюда, чтобы они не паковали особо. Ну а ДДЦ здесь ПТ-1200, щиток, две ветки. Более-менее у него все прилично. Ну и ДД забирает на лишечке. А нет, Хаус Найд забрал все-таки Тауэр. Тот, кому надо, тот, кому надо. Ну и заканчивается матч. Синг-синг, я вижу, пишется в Твиттере, что CLG played too good for us. Это значит, что CLG выиграет второй матч со счетом 2-0. Вот так, ребята. Вот вам и CLG. Два раза по 2-0 и CLG становится первой командой, которая выиграла оба матча. Первой командой, которая набрала 6 очков, выиграла обе игры. Так что это серьезно. Ну, правда, вы знаете, тут у меня очень интересный вопрос по тому, как будут считаться очки. Потому что, я так понимаю, за победу не 3 очка будут давать, а скорее всего 2. Так что, может быть, у нас там немного неправильно все в таблице. Ну, я не уверен, скажу сразу. Так что, уж извините, если ошибаюсь. Так, Сяуэйд налетел сюда на Бульбу. Бульба, колдснэп на развороте и гоняет Сяуэйд. И если бы не было рядом Силара, можно было бы рассчитывать на Форсблат. И Форсблат таки есть. Энигма пришла помочь. ФБ забирает Силар и погоня за Бульба. 2 секунды залетает от ДДЦ. Силар должен забирать даблкил. Да. Силар делает даблкилл. Тавр здесь, я думаю, бить не будут. Я вот тоже сюда подтянулся. Мы видим. Так что, рядом с первым Тавром по миде Срансу 4 героя команды. ЛГД, ну и этот самый первый Тавр они будут пытаться сейчас забрать. Не снимет только сейчас один единственный Лешрак, который бежит домой, регенится. Так, здесь ТП. Энигма едет сюда. Энигма, ух, нагло едет сюда. Едва живая Энигма. И одна тычка, Майлку. Одна тычка, Майлку. Квапа прыгает. Здесь Хаус Найт минус Юниверс. Ну, не уйдет, конечно же, Майлка. Не уйдет Майлк. Вот видите, по сути, ЕГЭ-то не сделали еще ни одного фрага. Ну, все, зажался. И это фраг для Ксиауэйта. 4-1 счет. 10 минут ровной игры у нас от Тикала. Стоит посмотреть, наверное, что по деньгам. По деньгам беда, потому что 2500 преимущества у команды ЛГД. По товарам счет 2-1. Ну и по экспе уже за 4К. Что же такое-то с ЕГЭ происходит? Непонятные. Непонятные вещи какие-то. Фирс со своим тапочком. Стоит снизу. Мы видим, есть пробив новым тапок. Тут, ну, 1500 голды. У Фира более-менее все хорошо. Вот остальная команда подводит. Да, Бульба тоже хорошо отстоял. У него отличный крипстат. 42 на 27. У Фира 65 на 22. У Хаус Найта тоже хороший. Марфа поменьше, чем у Бульбы. Ну, блин. Все равно ребята чуть-чуть подходят там. Вот в драках. Вот непонятно, почему так фидят. Ну, Фира снизу принимают. Вот. Прилетел Бульба сюда поздно. Да, тут ДДЦ просто вместе с Лишаком забежали. Ксяуэйд на хосте. Тут Юниверс. Ну, Юниверс с ветками и стапком. Бульба. Юниверс зажался. Знает, что он здесь. Нет, Ксяуэйд решил его не убивать. Лучше дождаться, пока крипы подойдут сюда. И просто пойти за Юниверсом. Да, вот он за ним идет. Там 4-й левел. Ну, дал он. Да, он тут, конечно же. А не убьет, кстати, Гейла. Не хватит дэмэджа у Ксяуэйда. Да, улетает Юниверс. И у Ксяуэйда, мы говорим, проблема. А нет, есть у него. Блин, да, уходит. Он отсюда просто спокойно. Главное, не встрять остальным игрокам ЕГЭ. Майл тоже рядом. Есть Блэкхол. Ну, давай, хоть один раз. Якоб, давай. Джейкоб. Джейкоб, ты можешь. Ладно, LGD возвращается в мисс счет 5-1 в этом матче. Но не забываем, что это единственный фраг. Это опять-таки фраг, который сделали парни из LGD. Знаю своего. Главное теперь фиро нафармить. Опять минут 1500, да, умирал он. И это плохо. LGD, вот они играют вот как-то настолько академично. Я не знаю, когда же это объяснить. Ксяуэйд в инвизи. Он видит Майлка, сейчас убьет его, да? Ну, должен убивать. Остальные все далеко. Сейчас просто крик, ульт, две тычки, правильно? Ну, можно еще даже даггер. Ну, побоится их долонов. Решил ксяуэйд не рисковать, потому что подумал, может, не хватит дэмжа. Не дай бог Майлок там быстренько меня засосет. Точно, остальные подойдут. Будет беда. Силар, тем временем, в миде. ПТ, Аквилла, Касарь 700. Фир посмотрел на него так с хайграунда. Сам спустился сюда фармить. Думаю, ладно, постою я здесь. Не буду налетать. И поехали в смоке. ДДЦ и Яу. Силара видят, демон не пошел, демон сейчас продавал. Неманой ничего у него нету. Силар просто ворует идолона, крипов, ворует все, что можно. То есть он настолько уверен в себе и знает, что мы ничего не сделаем, что... Ого-го. Ксяуэйд снизу бьет Тавр. Ну да, Тавр тут падает. Это уже третья вышка, которая забирает ЛГД. Ну да, один Тавр имеется, конечно же, у ЕГЭ. Вот здесь, который Фир забрал. Но команда вот начинает кучковаться. Да, все бегают вокруг бульбы. То есть четвертый левел здесь. Здесь седьмой. Ну и нифига нету. То есть там Меккой пока даже не пахнет. Я не говорю вообще про демона, потому что тут вообще... Ну... Я не понимаю роли вот этого роуминг лесного джиггернаута. То есть, по-моему, по-моему, это тотальный. Ладно. Бог с ним, смотрим. Ну что, здесь ЛГД просто заходит на Рошан и видит это... Видит это отсюда спокойно. ЕГЭ. Пойдут они мешать или нет? Ну можно же. Есть же ульт. Есть же Блэк Холл. Ну тут, конечно, нет ульта у Виноманстера. Медведь там ничем не поможет. Но идут в смоке. Идут. Инвокер понимает, что он может все-таки что-то придумать. У него есть Торнадо. У него есть ЕМП. Как-то это можно организовать. Рошан сейчас умрет. Он надеется, что будут биты. ЛГД. Полетела Торнадо. Есть ЕМП. ЕМП пробивает. Очень неплохо у нас ДДЦ. Но у него ставился Мана на ультимейт. Залетает сюда Демон в толпу. Морф улетел. Блэк Холл хороший. Все-таки отмайлка. Но по одному Силару. ДДЦ умирает. Нормально. Пока драка. Блэк Холл в ответочку. Тут же Рубик своровал. Да. Только я сказал, что нормальная драка. И мы видим, что 3 в 1 ЕГЭ проигрывают. Счет становится 2 в 8. Первый фраг сделали в игре ЕГЭ. С чем я их поздравляю на 15 минуте. И Рошанов тоже попадает в руки команде LGD. Конечно же, забирает Силар. Аэгис. 3000 голды уже у него. Ну, смотреть деньги, понимаете, уже нет смысла. Как будто тут 5200. И почти 5000 экспы преимущества у LGD. Я не знаю, то ли так сильные LGD. Не могу и сказать, да. Потому что только одну игру не видел их первой игры. Или настолько слабы парни из ЕГЭ. Пришел ко мне Матрикс. Матрикс, как тебе команда CLG, скажи мне. Вот ты комментировал только что игру. Топ-4 готов. Я тоже комментировал их против Moscow 5. Но, в принципе, там было интересно. Moscow 5 очень дрались. И там CLG в некоторых моментах повезло. Но вот у Мауза, я так понимаю, они выиграли довольно уверенно. Да? Вот. Интересно, интересно. Что Матрикс пока отдыхает. Следующий матч у него Orange против MTV. Немножечко. Нет, не Orange против MTV. Следующий матч у него. Да, Orange против MTV. Да? Да. Будет немножко попозже. Он начнется буквально через полчаса. Так что... Там, кстати, интересная игра Orange MTV. Orange против Дарреров. Блин, насколько же равны команде. Ну и напоминаем, Даррер Токс уйдет прямо сейчас. Ну и Зенит ДК. С Линой и Котлом. Зениты. Веселуха. Ну что, по Миду собрались LGD. Будут пытаться забрать Т2 Tower. Они понимают, что у них преимущество. Они понимают, что они сильнее. Даже если глянуть по левелам, мы видим, что... Ну, 10-й, 9-й, в принципе, инвокер неплохо. Но тут 3 девятых левела, 1-11. Извините. Шрак только восьмой, который играет роль фулл-саппорта. И исполняет он ее очень даже неплохо. Пока не бросается просто на оппонентах. Хоть и с ТД, Морф. Вот сейчас просто добьют Тауэр. Полетела Торнадо. Морф полетал немножко в воздухе. Тауэр падает. Забирает его как раз Силар. Силар, кстати, купил Сейглсонг. То есть, вот буквально несколько крипов ему еще осталось убить. И у него уже будет готовый и собранный Эзериал Блейд. Ну, или пойти просто этот Тауэр забрать. Да! ЛГТ сейчас могут делать все, что угодно. Вот они пойдут, заберут этот Тауэр. Потом где-то перегруппируются. И можно еще снизу пойти забрать Войнот. И потом просто пойдут выигрывать игру. Потому что Морф будет с Раскастов убивать там Виномансера, да? Или Иниг, но будет беда. Силар просто пофиг на ЕМП. Он пошел до конца. Ну, вот Инвокер поймали, да? Потому что притянул его к себе ДТЦ. Тут же Ксиоэйд влетает. Ну и Силар унижает. Да, конечно, ЛГД не оставляет... Ну, они что, просто пойдут? 22 секунды нет Инвокера. Да, он быстро появляется. Да, они просто пойдут. Им нечего бояться. У них есть Аэгис. У них есть абсолютно все. Морф, конечно, все еще не принес. Эзериал Блэйд. Но я не знаю, смогут ли ЕГЭ. Они пропукали же свой только что. Сейчас просто, если подближе подойдет Майлт, он тут же получит просто рифт стан и ДГГ. Фир тоже здесь. Медведь зашел в толпу. Вы смотрите, по ДТЦ корни с первой попытки прошли. Медведя тоже бьют. Им довольно больно. Ну что, Тауэр упал. И уйдут. Спокойствие, только спокойствие. Кура летит на базу. В эту Куру скоро будет загружен. Конечно же, Госскиптер прилетит. Он сюда к Марфу. И я думаю, после этого просто можно будет действительно идти и заканчивать. Шансы ЕГЭ в том, чтобы вот просто как-то хорошо... Не знаю, чтобы поймал Майлт в чистом поле. Туда залетела ЕМП, чтобы распрыгался Демон. И вот как-то это все должно зайти просто гениально. Но Медведь пока... Знаете, не слежу, не слежу показать статистикой этого турнира. По-моему, с Медведем хоть одна игра была выиграна. Я не знаю. Те, кто смотрит все стримы, скажите мне, пожалуйста. О боже. Даррер только что были просто уничтожены командой Тонг-фу. Вот это да. Китай. Китай, фантастика. Ну что, Тонг-фу 1-0 повели в том матче против Даррера. Кстати, это уже четвертый тур. У нас тут только третий тур идет. А у Каспера там уже четвертый тур. Даррера, даррерочки-то жарят. И неплохо, неплохо. Для китайских, конечно, фанатов. Очень плохо для нас. Потому что, ну, хочется же, наверное, чтобы наши команды играли. А пока получается какая-то, извините, фигня вообще. Ну что, ЕГЭ, задумали что-то. В Смоуке идут в чужой лес. Но здесь никого нету. Потому что по нижней линии идут на Т2 Тауэр. ЛГД без Смоука, без ничего. Они просто идут. Терриал Блейд есть. Аэгис есть. Аэгис новый появится через 5 минут. То есть сейчас забираем Тауэр. Но ЕГЭ понимает, что эта вся их вылазка была уже бесполезной. Давайте хотя бы Т1 Тауэр заберем. Это будет второй Тауэр для ЕГЭ. Летит сразу уже на базу. Мы видим Веномансия. Потому что надо выстраивать здесь защиту. Да, ЛГД пойдут. ЛГД пойдут, ребята. Это будет, наверное, финальный заход игры. Первый игрок закончился. 28 минут. Сейчас, наверное, будет еще быстрее. Итак, пошел врыв. Ну давайте, давайте, давайте. Майлд там у нас с даггером. Нет, конечно, без даггера. Ему надо заходить пешком. Полетела торнадо. Майлд должен подходить. Ямпая здесь. ДЦ без маны. ДДЦ без маны. У него есть мана, разве что на стан. Бараки падают снизу. Майлд заходит. Медведь боится. Зайти просто отдают бараки. ЕГЭ. Пауза. Пауза. Что такое? Проблемы ксилэйта. Интересный пост пишет Сексибамбовая в Твиттере. Типа ультимейты надо понерфить. Типа ультимейт. Что тут скидывает фотку, я вот прям даже ее ретвитну сейчас на официальном ДТ2 твиттере с фоточками прям внутри офисовал, где такой здоровенный бар нищачков, там сникерсы, марсы, ммдмсы, подходи, бери, если тебе надо для того, чтобы подзарядиться, выглядит смешно, я думаю, там разные товарищи нападают, типа кебаба, да? Ой-ой-ой, вошел Силар, но тут что это было, Силар-то? Не так надо юзать этот артефакт, братюнь, надо бы ему рассказать, да, сначала давать пролетать через человека, ну, я понимаю, что я троллю, на этом Силар лучше любого другого человека в мире, наверное, ну что, бкб появляется у ДДЦ, прилетает сюда наверх также квапа, что-то там подфармить, вот видите, какой четкий, как четко работает команда, просто прилетает квапа и просто сразу ДДЦ уходит, моментально, то есть команде, общение идет, ну, настолько на высшем уровне, что тяжело себе представить. Яо, тем временем, спорт Рубик, да, посмотрите, да, у Пацана 34 асиста, 0-0, есть Мека, есть Аркантапки, собрались в миде сейчас ЕГЭ, у Медведя появился Сакр, это 22 минута, в принципе, неплохо, но что дальше, ребят, Медведь, смотрите, пробивает его как плотно, тут болт пролетел по всем просто, ну что, и ДДЦ выдвигается вперед, поднимает его, отлично, ЕМП, отлично, ЕМП, но бкбшечка у ДДЦ притягивает он Демона, Демон раскрутился, жив, жив, но отпустит ли его, сейчас же будет стан еще, сейчас же будет стан, Рубик, тем временем, минус Энигма, сверху там ее приняли, там Медведя еще поймали, простого не героя, Демон, залетает стан, Виномансер, ультанул, сам разваливается просто моментально вместе с Жигернаутом, но это минус 3, ребят, это просто минус 3, на равном месте делает ЛЖД, в принципе, даже без участия Марфа. Я не понимаю, неужели действительно эта команда настолько сильная, что это такое, на Инвокера пошла атака, Инвокер нормальный, торнадо здесь дал, всех поднял, ну и решили все-таки ЛЖД не баловаться, и забрить, наверное, Тауэр по Амиду, третий, и попытаться забрать барак и ЕМП еще одно, все отбегают, вот убежал Медведь, ну, Медведя подняли сразу воздух, смотрите, как он ножками машет воздух, и развалили, вызывает нового Фир, но, я думаю, в следующем будет точно такая же ситуация, все, вот убежал, ой-ой-ой, притянули, Бульба, нет, Бульба успевает уйти, а в Инвиз Силар врывается в толпу, раскруточка, Силар может умереть, у него нету маны, а у него Эггис, боже, ну, видите, и Нику там Хаус Найт просто прижарил, торнадо теперь и от Рубика летает, Фира тоже поймали, мега килл просто, Силар на морфе, боже, ЛЖД это, что, ну, Силар отдает тут свой Эггис, И в итоге, мальчик заканчивается с счетом 15-2, и учитывая, что первый фраг, то сделали ЛЖД сами на себе, в итоге Эгг, ну, еще не заканчивается, Эгг за игру сделали один фраг, ребята, это за Интернешнл или что? Вот это да ГГВП пишет Фира, ГГ пишет Юниверса, и последние бараки падают ЛЖД в фантастической форме, ЛЖД просто Очень сильные, и Седьмой прогноз, пока Сбывается Да, вот это да Жаловался я, что у меня матчи Все быстрые, а тут просто-напросто В салат разносят Егг Команду ЛЖД Не оставляют ей вообще никаких шансов Что я могу сказать? Егг Не очень Ладно, давайте посмотрим Мы с вами сейчас турнирную таблицу Потому что, ну, понимаете, появились новые результаты ЦЛГ Маус, напомню, закончится счетом 2-0 Эта игра у нас уже закончилась Ну и ЛЖД выиграли у ЕГ тоже со счетом 2-0 В втором туре еще идут много интересных игр Что ж, Зенит ДК и Дарер Тонг Фу идут прямо сейчас Оранжем ТВ и Гейхом и Навикол начнутся немножко попозже Да, Зенит ДК Единственная игра, которая еще не закончилась Вот в группе А второго тура Ее комментирует прямо сейчас НС Ну а мы давайте с вами посмотрим Как изменилась Как изменилась табличка Турнирная Ну, в принципе, ничего там особо не изменилось Но все равно давайте посмотрим И так Вообще она что-то у меня не изменилась Так что сейчас будем еще раз пытаться это сделать И может быть после этого изменится А ну-ка А ну-ка изменись табличечка Сейчас я буду нервничать Просто-напросто LGD-EG 2.0 CLG-Mouse 2.0 Да, эти матчи закончились Это мы знаем И смотрим Вот сейчас Сейчас все должно быть хорошо Должно быть все хорошо Нет Вот все очень плохо опять получилось Мне вообще очень не нравится Наша система титровая Ну вот, наконец-то у меня получается все Итак, в группе А На первом месте После двух туров Идут команды LGD и CLG Которые выиграли оба матча Три очка у ДК Они сейчас играют с Зенитом И имеют шанс тоже заработать Шесть очков То есть две победы Два очка у АЛ Две ничьи у Маузов У М5 одно очко Ну, ЕГ Зенит пока по нулю Но Зениты могут сейчас Что-то сделать Ну что, ребят Далеко не разбегаемся Потому что закончился этот матч Со счетом 1-1 Еще раз напомню Зенит ДК пока Со счетом 1-1 Боже, со счетом 2-0 Ну и Мы переходим К второму туру группы B К четвертой серии Матчей между нами Параллельно Начинается сейчас игра Оранж против МТВ Комментирует ее Матрикс Идет игра Дарер Тонг-фу Комментирует Каспер НС Заканчивает комментировать Зенит против ДК Там игра Самая интересная Ну а я медленно Уверенно готовлюсь к матчу IG против Ехоум У НС будет матч Нави против Комплексити Немножко позже Никуда не расходитесь IG против Ехоум Начало через 15 минут Так что Далеко не убегайте Ставлю я время 0-2-10 Давайте так Чтобы было точно ИГ Версус Ехоум Гейм 1 Еще раз напомню 15-20 минут Не больше Все самое интересное Еще впереди Не разбегайтесь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok